А давайте перейдем к странной истории Джеки Лейхайда. Вот этот долгожданный для вас спектакль, постановка, да, и вы очень хотели в нем участвовать. Почему? Что вас так привлекало? Ну, как я уже говорил, на самом деле, что вернувшись из Америки, мне хотелось работать. Я хотелось отучиться по работе, искал все возможные случаи, поэтому... Поскольку это музыкально-драматический спектакль, опять же, музыкальный, то есть не только драматический, то есть мне хотелось получить еще роль, еще одну, и мне казалось, что я могу ее сделать, в принципе, музыкально не видеться, по-другому, как-то, не оказать. И был один человек, у меня не было с ним говорить, да, который сказал, что это твоя роль, то есть ты должен, ну, ее как-то добиться, то есть надо, по крайней мере, начать учить, потому что... Когда учишь тоже движение, естественно, по какой-то цели, ну, я дошел до меня, то есть... И опять же, в смысле, это в воле случая, честно, не буду это сказать, но опять в воле случая, что таким образом... И опять же говоря, что... Что я всегда ввожусь, как бы, вторым составом, то есть я велся вторым составом... Очень легко опираясь на три с половиной года, как, подготовки. Действительно, вот в мюзикле «Джекил и Хайд» вы в первый раз вышли в роли отрицательного персонажа, да, в роли Хайда, и он получился у вас страшным. Как вы искали, собирали этот образ, как вы работали с пластикой, с голосом, где вы искали все это, все эти интересные моменты этой роли? Да, мне было интересно сыграть, на самом деле, вот, отрицательный персонаж, потому что отрицательный персонаж, он волен почему-то притягательным всем, хотя, может быть, ну, как сказать, вы знаете, когда складывается у актера муа определенно, что Иисус Христос целял, и все, и вот люди другого и не видели, я думаю, что и не видели, то есть, ну, то, конечно, ну, трудно было представить, что... А мне было интересно, действительно, то есть, это совершенно... А здесь вообще даже две, две, получается, как бы, роли, то есть, нехороший или плохой, плохой, именно вот... Ну, не знаю, бы забавно сыграть, да, да, и он более притягательный всегда, я даже отрицательный персонаж, вот, сто процентов, там, что он... Спектакль, спектакль называется Иисус Христос, суперзвезда, а главный ролик был у Иуды, практически, это все, все поставление идет от него, то есть, и... Почему? На самом деле, хотел сыграть, да, отрицательный. А как вы искали образ отрицательного персонажа? Образ отрицательного персонажа? Голос, пластику... Ну, вот, ну, опять же, я старался, да, смотрел всякие эти бродвейские шоу, в смысле, вот этот мюзикл, и, опять же, и пил, там, он, венский вариант, мне кажется, вене, по-моему, было описано тоже. То есть, я, как раз, ну, собирал, такой, собирательный у нас отличается, и, ну, это действительно, что у нас две ипоста всегда борются, плохие, хорошие, просто, как человек, я, например, вот, сегодня хороший, завтра я, ну, правда, могу быть, просто, ну, реально, на самом деле. И вот это вот, ну, не знаю, может быть, это вот тоже какой-то, как будто из какой-то энергии тоже. Пожалуй, пожалуй, так. Ну, а здесь, да, то есть, как, по-моему, говорил один из исполнителей этой роли, бродвей, он спрашивает, что, в чем заключается? Ну, он так сказал, что, да, практически это измение голоса и работа с волосами. То есть, то лицо закрыто, то лицо открыто, ну, то есть, как бы, очень просто, но, по-моему, очень впечатляет, особенно с тобой. А вот у вас лично по вашим сейчас ответам, я поняла, что вы, как актер, стараетесь собирать образ с каких-то уже существующих образов персонажей, да, из других, из этого спектакля, но в других городах. Вот, это ваша личная какая-то методика или, может быть, вы почерпнули в Америке то, что американцы, они тоже стараются черпать из разных источников информацию о своем персонаже? То есть, не от себя полностью идти, да, а вот собирать? Ну, если они так делают, значит, я не одинок в этом. То есть, я, ну, в принципе, меня этому как бы не учил никто, но на самом деле так. То есть, мне кажется, это естественный процесс, наверное. Как я еще раз повторюсь, я не боюсь этого, я не новатор, но, да, я совершенно спокойно могу быть. Дело собирать на образ и ее, и потом, естественно, поплавить что-то свое больше, то есть, опять же, вылепить этот скелет и начинать его отнеслить. Навешать всякие штуки. Скажите, пожалуйста, а есть ли еще какой-то мюзикл, в котором вам хотелось бы поработать? Или, может быть, это вообще что-то из роли фантазии, но конкретно какая-то ваша мечта? Установка, которая вам наиболее интересна? Я бы поработал вообще в кино, мне было бы интересно. Как-нибудь странно. Не знаю, ну, если вот как-то, если кто-то, может кто-то увидит, услышит, потому что, может, пользует то, что у меня есть, я не знаю, может, какой-то, не знаю, музыкальный, музыкальный. Ну, вот, откровенно говоря, хочется, чтобы кто-то заметил еще. Да. Ну, вы достаточно фактурный типаж для кинокамеры. Поэтому, почему нет, сейчас много сериалов... А вдруг, в смысле, вот это ваше интервью и поможет? Может кто-то увидит, слышит? Потому что, на самом деле, опять же, возвращаясь сюда, сказывается какой-то определенный эмплуаар у актера. И люди сложные, и, так сказать, человек скромный. Ну, на самом деле, я просто не могу вот так уйти и не сказать просто слово. То есть, молится замечательно. Потому что кто-то увидит, и кино готовит, музыкальный назовет. А вот как вы работаете над подготовкой к роли? Вам кто-то помогает или вы уже сами можете спокойно себя подготовить к новой роли, я имею в виду? Может быть, с голосом вы какие-то упражнения делаете? Определенное питание, еда, напитки? Что можно, что нельзя? Ну, как для любого певца, конечно, есть определенные вещи, которые, в смысле, он не ест, не пьет в день представления. Что касается... Я вообще сегодня, когда я не люблю репетировать. То есть, я люблю репетировать, но сам дома. То есть, я не люблю, когда это происходит на путани, когда это смотрят. То есть, мне как бы... Мне почему-то кажется, что так... Хотя я знаю, что многие, наоборот, это приветствуют. Какой-то процесс. Ну, вот мне нравится, чтобы сделать. Вот почему я больше того, чтобы водил себя, да, опять. То есть, есть костяк, и фактически... То есть, я приношу этот костяк, и уже потом его обращиваю чем-то. Все. Повторяюсь, на самом деле. Ну, и стараюсь, да. Сам работать. Ну, конечно, прислушиваюсь, естественно. Мне дают совет. Со стороны это всегда виднее. Но я не люблю, да. Чтобы люди видели мою черновую работу. Так слышно. А как много и как часто вы вообще занимаетесь голосом? Занимаюсь голосом. Вообще. Есть педагог, на который я хожу. Ну, в крайней мере, раз, в мере точно. Вообще два. Стараюсь. То есть, ну, просто, просто элементарное упражнение. Даже пение просто. Просто упражнение. Мне кажется, для... Это нужно. Для любого вокалиста особенно. Ну, как профессионального уже. Профессионального, конечно, да. То есть, это одного раза будет достаточного недели. Ну, в основном, да. Если ты работающий актер, детский, то... Ну, я считаю, что эти упражнения не нужны. То есть, я хожу. Да. Честно. А насколько тяжело беречь голос? Тяжело. 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 Вот я просто, на самом деле... Я, конечно, вот... Всегда сравниваю... Знаете, как... Ну, скажем так, вот... Люди, которые работают каждый день, например, по 8 часов. Они могут заболеть. Ну, в принципе, как могут заболеть. И... Ну, там взять больничный. Актер может тоже заболеть. Но у него больше все-таки... Складывается к тому, что он не может заболеть. Почему? В чем заключается, например, как беречь голос? То есть, например, есть спектакль. Вот их три спектакля в месяц. А готовым надо быть. Ну, в течение всего месяца. То есть, ты... Ну, ты не можешь заболеть просто. Просто результатом. То есть, ты должен... То есть, ты об этом думаешь, что тебя через день спектакля, и ты... Много всем можешь... Не можешь позволить. Потому что, знаешь, это ответственность. Ну, только... То есть, по крайней мере, это яд. А вот... Спорт, обливание холодной водой. Да. Хорошо. Да. А еда? Ограничения какие-то есть в еде? Ну, в еде-то так-то нет, конечно. Если... Я говорю, если есть какие-то определенные... Простите. Есть определенные продукты, которые не ешь в день спектакля. Например, там... И фитнеси, и росту. Не знаю. Слава богу, я не курю. То есть, определенный какой-то набор не есть. Ореки. Ну, вареки, бананы. Да. Да, да. Такой будет набор, в которых складывается в течение, там, творческой какой-то деятельности. И люди выбирают, и они знают, чего мы можем делать в день, чтобы наработать, чего нельзя.